Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать. И это будет сделано в ближайшее время. С этим президентом можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек. Это, конечно, неправда. Нам же предстоит разбор полетов в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией. Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке. Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алма-Аты напало 20 тысяч бандитов. Вот это поворот! Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях. Слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. Помимо боевиков действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии. Мы всегда с бандитами разговаривали на языке закона, а они с нами по понятиям. Умело использующие дезинформацию или фейки, и способные к манипуляциям настроениями людей. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться Комитет национальной безопасности и Генеральная прокуратура. Теперь же... Что ты, черт побери, такое несешь?